Согласны ли вы с критикой, которая разразилась в интернете, что не очень корректно сравнивать проблемные места Калуги с теми, где вообще катастрофа? Ну, катастрофа, значит, катастрофа, понятие относительное. Если продолжать тему Дели, то расшифровывая то, что я сказал, и то, что было правильно воспринято теми, кто находился непосредственно в зале на планерке. Значит, Дели действительно, это мегаполис, это город, в котором действительно проживает более 40 миллионов человек. И некоторые вопросы, связанные с тем состоянием, в котором находится город, они, скажем так, комплексные. Например, урн нет, потому что это вопрос безопасности. Значит, в городе действительно грязно, но город каждый день убирается. Это вопрос рабочих мест. То есть десятки тысяч служащих, работников, каждое утро выходят на улицы города и начинают убирать. За это они получают из бюджета заработную плату. Это просто рабочие места. То есть в Индии огромная проблема с безработицей. Поэтому вот таким образом муниципалитет Дели, в том числе, создает рабочие места. Значит, при этом сами, сами там, ну, делийцы, да, и вообще, в принципе, индусы, это очень чистоплотные на самом деле люди. Да, то есть это люди, для которых вопрос личной гигиены, он, и чистоты, да, он, просто он ключевой. Неустроенность Дели, да, она сочетается с просто поразительной, там, чистоплотностью большей части его жителей. Да, а пример Дели был проведен специально, потому что, да, действительно, визуально это выглядит как кошмар. Вот. И когда здесь, значит, мы слышим, что кошмар в Калуге, да, это неправда, да, потому что кошмар там. Да, более того, можно привести в продолжение этой темы, можно привести пример, например, пример мест, где чистота идеальна, да, вот в частности, там, Сингапур, да, моют тротуары, проезжую часть, моют щетками, да, шампунем, то есть все благоухает. Но оборотная сторона этой чистоты – это гигантские штрафы, в том числе через систему, через автоматические штрафы, через систему распознавания лиц, которыми облагаются все нарушители чистоты. То есть брошенный окурок в Сингапуре, там, штраф в районе, там, 400 долларов, да, оживательная резинка, там, 200 долларов, да, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть за эту чистоту платят все, да, ну и, соответственно, сбор, сбор за мусор в Сингапуре один из самых высоких в мире. То есть у нас есть низ Дели и условный верх, да, то есть условный низ Дели, условный верх Сингапур. Вот надо всем успокоиться и постараться найти вот между вот этими вот двумя точками, да, диаметрально противоположными, некую золотую середину. Да, то есть понять, что мы живем в очень комфортном месте. Вот часто мой рабочий день в Калуге начинается, там, в пять, там, полшестого, я могу, там, пройтись по городу, и я вижу, как идет уборка мусора, как убираются улицы, да, и мне, честно говоря, очень обидно нисколько даже за коллег своих, да, то есть тема мусора, она вообще не относится к епархии управления экономикой, да, мы другим занимаемся, да, но мне обидно за тех людей, которые ежедневно, да, убирают этот город, да, вот своими руками, да, убирают мусор из этого города, да, наводят порядок, да, и их деятельность, да, значит, таким вот уничижительным образом оценивается, да, вот этот ежедневный, кропотливый, тяжелый, грязный в каких-то вопросах, да, но очень достойный труд. А из общего контекста, они были вырваны из общего контекста доклада, да, я еще раз обращаю внимание на то, что это было мое личное мнение, да, мнение человека из бизнеса, который, там, более, там, 20 лет занимался бизнесом, да, а на самом деле на муниципальной службе, там, работает третью неделю, да, то есть я считаю, что я уже не обиделся, бизнесмен, но еще и не муниципальный служащий, да, поэтому, наверное, какие-то формулировки были чересчур резкие, да, наверное, это могло кого-то обидеть, если это кого-то обидело, я готов принести свои извинения, да, перед этими людьми, простите, пожалуйста, ничего такого в мыслях не было, вот, но считаю, что вот на данный момент времени я еще могу позволить что-то говорить лично от себя, да, просто свежим взглядом, да, свежим подходом, вот давайте вот с этой стороны посмотрим на этот комментарий, да, и не будем искать там каких-то, значит, подводных камней, обид, да, значит, конфликтов и всего прочего, да, просто поймем, что мы живем в очень комфортном, да, очень приятном, обустроенном городе, да, с прекрасной атмосферой. Что может дать поездка в Дейли? Саму спокойность или желание меняться к лучшему? Вот как раз продолжение того, что... Однозначно желание меняться к лучшему. Надо ли вообще в вопросах благоустройства...